Ты великий художник, сейчас ты узнаешь, как из обычной наждачной бумаги сделать красивую картину. Для этого тебе понадобится наждачная бумага из любого строительного магазина, а также цветной мел или набор сухой цветной пастели в магазине канцелярских товаров или товаров для художников. А наждачную бумагу купи не самую зернистую, а чуть грубее, потому что на слишком мелкозернистую наждачку будет плохо наноситься мел. Сейчас повторяй с тем, как я рисую. Ты видишь, как мел можно растирать и смешивать на наждачной бумаге, получая красивые оттенки. Только будь осторожней, не порань пальцы, а наждачку. Обозначь границу между небом и землей. И оставь для участка земли очень мало места. Оставь много места для неба. Внизу можешь привести темно-синюю границу. Это будет холм в отдалении. Внизу подчеркни черным цветом, черным углем или соусом, либо пастелью землю. Участок суши очень обобщенный. Наведи фон. А теперь приступай к рисованию неба. Попробуй начать рисовать именно с неба. Почувствуй это удовольствие от того, что у тебя получается красиво рисовать мелками неба. И оставь для неба очень много места на наждачке. Сейчас наведи внизу белым мелком. А чуть выше добавляй желтый или розовый. Светлые оттенки. Дальше чуть выше этого наноси более светлые и насыщенные цвета. Синий, красный. Можно добавлять в небо зеленый оттенок, розовый или красный, желтый, светло-синий, сиреневый или бежевый. Любой оттенок выше неба тем более темным он становится и холодным. На самом верху наждачки ты можешь добавить черный цвет и смешать его с белым или с другими цветами. Получится такая дождевая туча. Наноси лоб в небо по диагонали либо кругообразными движениями и смешивай. Ну и смешивай тоже пальцами оттенки друг с другом по диагонали либо кругообразными движениями. Ты можешь где-то в середине неба добавить такие черные пятнышки и растереть их. Сверху добавить белый, зеленый или розовый. У тебя получатся интересные небесные эффекты. Сверху добавишь... Сначала ты наносишь тень тучи, рисуешь ее тень, а дальше сверху добавляешь более светлые оттенки. И в конце белый добавляешь оттенок. Это освещенная часть тучи. И у всего в природе есть тень и свет. И я рисую от темного к светлому. Потому что тень она как бы в самом низу. А свет это то, что на нее попадает. И если ты начнешь со светлого рисовать, то тебе будет потом придется тень очень неудобно прорисовывать. Также растирай пальцем холм синий вдалеке. Если ты нарисовал тучу, то ты можешь подчеркнуть границу этой тучи между освещенной частью тучи и фоновым небом. Чтобы оно было более выразительным. Как показано здесь на этом видео. Поверх черной земли ты можешь добавить желтую пшеницу или зеленую траву. А на риску обобщенно добавляй разные оттенки. Желтый, оранжевый, желтый, зеленый. И можешь их растереть немного. Так же ты можешь нарисовать радугу. Просто возьми белый мелок и проведи. Желательно наносить с силой. И когда рисуешь, старайся пальцем вытирать влажной тряпкой, чтобы рисунок не становился серым. Но так как я уже давно рисую, то я могу это не делать. Обозначь над синим холмом. Подчеркни над ним белую границу между небом и холмом. Чтобы эта граница была видна. Может добавить в небо различные эффекты. Радугу, птичек. Может добавлять туда эти темные, темно-синие вкрапления. И растирать. И будет очень красиво получаться. Тут соседи ремонт делают. Поэтому могут быть и лишние звуки. Ты можешь нарисовать речку белым мелком на отдаленном холме. Ты можешь примешать в холм разные оттенки. Коричневый, фиолетовый, розовый. И будет еще красивее получаться. Добавлять в любой пейзаж можно любой цвет. Сюда можно добавлять ярко-красный или синий. Но главное это делать слегка касаясь. Смешиваясь с основным тоном пейзажи. Советую тебе посмотреть другие пейзажи на канале, чтобы убедиться в этом. Я придерживаю одной рукой наждашу, чтобы она не двигалась сильно. Потому что я силой наношу, ну, силой рисую. Подбери рамку в мастерской или фоторамку для своего пейзажа. Покрой его лаком, держа его вертикально. Если есть какие-нибудь вопросы, то задавай их. Ты видишь, что в этом небе, наверное, есть все цвета. Все цвета. Но они при этом не портят друг друга. И вот если смешать все цвета, то получится серый цвет. Но здесь они друг с другом гармонируют. Ты можешь добавить еще в пейзаж птичек маленьких. Маленьких птичек порисовать. Но желательно не больше, чем две. И под разным углом их нарисовать разным размером, с разным взмахом крыльев. И оставить для земли очень мало пространства, чтобы больше было пространства для неба. Либо посмотри еще один мой пейзаж, где как раз именно небу больше всего уделено вниманию. А часть суши сделана в виде темно-синего полуразмытой горы. Ты видишь, что небо чем выше, тем оно становится холоднее. То есть зеленый-синий – это холодная тона. И вот где уже начинаются границы с землей, там небо самое освещенное. Оно... Ты видишь там границы, вот этот белый сверху, и внизу сразу начинается темно-синий. Это очень контрастно выглядит. Попробуй так нарисовать. Я уверен, что у тебя получится очень хорошо. Ты великий художник. Если есть еще вопросы, то задавай. Постарайся посильнее наносить пальцами мел и растирать его посильнее. Надеюсь, тебе понравится рисовать подобные техники. Скинь мне фотографии получившейся картины. Только не фотографируй ее на телефон, а желательно на фотоаппарат, пусть даже самый некачественный. А если ты можешь подключить веб-камеру и рисовать так, чтобы я мог видеть и давать совет, или указывать на какие-то ошибки, говорить, что нарисовать, какой цвет использовать, или оттенок. Играет музыка. Попробуй. Продолжение следует...